Шаг к взаимопониманию и уважению. Именно так можно расценивать встречу между мусульманами и христианами, прошедшую в городе Щелково. Более 30 представителей двух различных конфессий собрались в Белом зале бизнес-центра «Капитал». Такая межконфессиональная конференция является новым опытом не только для города Щелково, но и для всего Подмосковья. Организатором мероприятия выступила Общественная палата Московской области совместно с Главным управлением социальных коммуникаций региона и администрацией Щелковского района. Московская епархия и Духовное управление мусульман Подмосковья с готовностью идею поддержали. Ведь в условиях непростой внешнеполитической обстановки многонациональному русскому народу как никогда важно проявлять терпимость и взаимную поддержку. Мы должны обернуться сами к себе и понять, что же нас объединяет. Наши многонациональные единства, а сегодня в России проживают 193 национальности, которые говорят на более чем 200 языках. Наше многонациональное единство, оно сформировано благодаря веротерпимой среде. О корнях ислама и православия представители обеих конфессий опубликовали доклады в рамках встречи, сделав акцент не только на истории и традициях религий, но и на духовных ценностях, которые близки каждому человеку. Первое – это любовь. Любовь понимается, с одной стороны, как любовь к Богу и любовь к ближним. То есть каждый человек должен любить Бога и любить ближним. Это верность стремления к Богу. Но также мы знаем, что имя, одно из имен Божьих – это любовь. Бог сам есть любовь. Что касается ислама, то если даже сегодняшний день посмотрим, перевод самого слова, однокоренное слово «саляма» означает «мир». И сегодняшний день мы переводим ислам, можем сказать, если заглянем в словарь, то это мир, это спокойствие. Не случайно площадкой для конференции был выбран именно город Щелково. Здесь сложилась одна из самых традиционных мусульманских общин, которая всегда была в хороших отношениях с Щелковским благочинием. Ко встрече присоединились и жители из Королева, Мытищ, Орехово-Зуева. После конференции – фотография на память и общение в неформальной обстановке. Думаю, что Господь благословил такую встречу. И она была проведена в очень дружественной обстановке, чего часто не хватает, потому что каждая община верующих, она в каком-то своем графике живет, и встречаемся мы периодически только на каких-то официальных мероприятиях. А вот такого человеческого доброго общения, ну, редко где можно организовать. Вот этот диалог – это вот то, чего нам сегодняшний день не хватает, потому что множество информации идет, от средств массы информации, в интернете много, но качество этой информации, достоверность этой информации, она, к сожалению, вызывает большие сомнения. И вот услышать от первоисточника, задать вопросы, вот этого, конечно, на сегодняшний день не хватает. И надеюсь, что вот этот формат, который сегодняшний день нащупан, он будет дальше продолжен и также реализовываться. Тема очень актуальная, тем более в ту эпоху, когда все разделяется, и все управляется и сталкивается. Мы должны искать мир. Алексей Вайтс также отметил, что эта встреча лишь начало. В ближайшее время пройдет второй этап конференции, а уже весной планируют провести подобные мероприятия во всех муниципальных образованиях Подмосковья. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».